Каев-то оказывается не так прост, как все о нем думали. Он поиспользовал как презерватив вот эти вот оккупационные российские силы из АДКБ, а теперь вышвыривает их назад в немытую к чертовой матери, чтобы их и духу в Казахстане не было, и назначает к себе в правительство людей, которые, мягко говоря, недолюбливают так называемую Россиюшку. Итак, о чем идет речь? Помните, я еще вчера рассказывал о том, что на России приступ бешенства по поводу назначения нового министра информационной политики, если я так не ошибаюсь, или информации, или пропаганды, как-то так оно в Казахстане называется, не суть важна. Суть важна то, что этот человек, мягко говоря, недолюбливает Россиюшку и рисует карты с Оренбургом и Омском, входящих в состав Казахстана, и там еще ряд регионов России, и вообще, так скажем так, километров на 300 на 400 расширяет границы Казахстана на север, и является тюркистом, то есть сторонником определенных объединений, определенных процессов с Турцией. Как, в дополнение к нему назначен новый госсекретарь Казахстана, зовут его Карин Ерлан Тыным Баюлы, боже, пока я выговорю, я немножко, как говорится, с казахскими именами слабую здесь, который является тоже националистом и тюркистом, и фотографировался с одним из лидеров местного баскурта, то есть серых волков, Аманом Мамбиталиевым. И фотографировались они, что интересно, с флагами туркистанского легиона вермахта и флагами украинской повстанческой армии. То есть эти люди в окружении Такаева являются, ну, как минимум, тюркистами, и как минимум, мягко говоря, не очень-то долюбливают Россиюшку, а учитывая то, что сейчас вот этот российский воинский контингент, после его использования, как, знаете, вот этот вот предмет номер два, выкидывают в мусорку, то есть отправляют назад домой, едите, едите там, откуда вы приехали, из Уфы, из какого-то Успердюевска, это свидание, езжайте, название, вы уже свое дело сделали. И все это делается после того, как Такаев общался с президентом Эрдоганом, причем неоднократно. И вот тут возникает очень хороший вопрос, а так ли прост Такаев, и сколько там, скажем так, какое количество днов у Такаева, а бог его знает, этого никто не знает. Видите, мы его ранее воспринимали весьма просто и говорили, что он агент ФСБ, потому что у него действительно там недвижимость на Москве, и у него, его данные скрыты из Росреестра, то есть, ну, очень похоже на то, что знаете, как у сотрудников ФСБ, данные которых изымаются отовсюду, и кто знает, может так оно и есть, но, понимаете, такая штука, годы идут, годы идут, и тот человек, который 20, 30, 40 лет назад, скорее всего, мог быть сотрудником КГБ, штатным, не штатным, еще каким-то, и членом партии, на сегодняшний день полностью меняет свое мировоззрение, особенно, когда у него есть такие соседи рядом, как Эрдоган, и особенно, когда он просто очень быстро понял, что вот эти вот российские войска, которые приперлись в Казахстан, так сказать, помогать, могут остаться навсегда, и, собственно говоря, вообще лишить самого Такаева полномочий, и вот тут человек может поменяться кардинально, под вплывом, скажем так, очень большого количества факторов, что, судя по всему, с Такаевым сейчас и происходит, и он, вы знаете, из такого паиньки в отношении к Путлеру и его Камарильи, может стать и ястребом, может стать даже человеком, которого Путин будет ненавидеть похуже, чем, не знаю, там, Порошенко, кто знает, никто не знает, не зря уже один из путинских прихвостней, вот Толстяк Рогозин, писал, что Такаеву, не Такаеву, а вот этому министру информации, не рады в Байконуре, кто ты такой, что ты это писать будешь, Байконур это территория Казахстана, но об этом я запишу отдельное видео, то есть, ребятки, не все то, чем оно на первый взгляд кажется, и в случае с Казахстаном, вы знаете, это не может не радовать.